Иси-вси 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 Слава сказал Что появится По воле Бога, последний на земле правитель в нашем государстве. Этот правитель, и мы его узнаем по тому же телевидению, этот правитель по этому телевидению расскажет всю правду, Слава так и сказал, всю правду, что делали с Россией на протяжении всего времени. Особенно правда о Ельцине и Горбачеве аж разбудит людей, аж разозлит людей, когда они узнают правду. Люди аж проснутся по-настоящему. И Слава сказал об этом царе. Он не называл царь, он сказал правитель. Имеется в виду, какой последний правитель в нашей России. И он сказал, что это человек, обладающий такой силой и волей, что в некоторых случаях он даже будет проявлять жестокость. Просто обстановка так сложится, ему деваться некуда. И он будет проявлять жестокость. И еще Слава сказал об этом правителе, что он на 100% в государственных делах будет управляем Богом. Что его обмануть, обхитрить будет невозможно. Вот такой у нас будет правитель. Слава сказал об этом правитель. Слава сказал об этом правитель. Как бы масоны и их слуги не поливали сегодня грязью православных русских патриотов, они ничего не смогут сделать против воли Божией. Нравится им это или нет, последний православный государь, помазанник Божий, в России будет. И будет дан Богом, как милость Божия, для покаяния нашего сблудившегося, спившегося, пронумерованного, закодированного, многострадального народа. Еще раз повторим. Православный царь будет явлен Богом, как милость Божия, для спасения и покаяния остатка истинно верных Богу, в самый последний момент перед самим воцарением Антихриста. Православный государь в России будет явлен Богу в противовес Антихристу. Антихрист является лжепомазанником. И в противовес ему будет явлен истинный помазанник Божий, данный нашему народу для его спасения. Нравится это масонам или не нравится, по пророческому слову преподобного Серафима, это сбудется как дважды два. Молитесь о Господу, о земном Отечестве вашем, и опочитающий вас любовью. И время правления этого последнего в нашей стране царя, будем так говорить, оно совпадет со временем правления мирового Антихриста. Та, что они будут почти в одно время. Слава сказал, что когда он придет к власти, этот наш правитель, первое, что он сделает, это почистит он власть правительства. Наряду с этим, Слава сказал, он почистит церковь. Мы веруем и надеемся, что это пророчество истинно. Ведь сам Серафим Саровский пророчествует, что будет у нас царь. Да, вспомним и пророчество феофана Быстрова, архипископа Полтавского. Вот он говорит, что не от себя говорю, а то, что мне сказали духоносные, богоносные старцы, что будет у России царь. Из рода Романовых. И будет он железной волей, гениального ума и пламенной веры. В первую очередь он наведет порядок Церкви Христовой. Всех еретичествующих, теплохладных архиереев уберет. Оставить одного, а двух, от силы трех. Это вы можете проверить. Эти пророчества, они опубликованы во многих книгах. Да. И будет страшным врагам нашим. И поставит новых архиереев. Да. Сохранивших себя в чистоте и верности Богу. То, что мы живем упованием, если доживем на этого царя. И я уверен, он будет. Будет. А то некоторые высказывают сомнение, что пророчество может и не исполнится. Нет, исполнится. Да, батюшка Серафим просто так ничего не говорит. Он говорит, я от себя ничего не говорю. А то, что мне внушает Дух Святой. Святой Серафим Саровский предсказал не только падение царской власти, но и момент ее восстановления и воскрешения России. Но когда земля русская разделится, и одна сторона явно останется с бунтовщиками, другая же явно станет за государя и Отечество и Святую Церковь, а государя и всю царскую фамилию сохранит Господь невидимую десницею Своею и даст полную победу поднявшим оружие за него, за церковь и за благо нераздельности земли русской. Но не столько и тут крови прольется, сколько когда правая за государя ставшая сторона получит победу и переловит всех изменников и придаст их в руки правосудия. Тогда уже никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят. И вот тут-то еще более прежнего крови прольется. Но эта кровь будет последняя, очистительная кровь. Ибо после того Господь благословит люди Своя миром и превознесет помазанного своего Давида, раба своего, мужа по сердцу своему. Сижу, а мне один монах подарил книгу «Россия перед старым путешествием». И прямо запах насыщенный, запах ладана. Я носом потянула, думаю, ну как вот, прям целенаправленно. Но я и пошла по этому запаху. Книг-то многое. И вот этот запах привел к определенной книге и на определенную страницу. И я когда там открыла, на этой странице вот, девочка, достань, вот «Россия перед старым путешествием» книжку на верхней полке, ага.